Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. В отличие от советского периода, когда в Гуме было только одно место, где можно было перекусить, это знаменитая столовая номер 57, куда мы с вами обязательно сходим, то сейчас на каждой линии и на каждом этаже, кафе, кофейни, закусочные, рестораны, киоски с мороженым, вот в одно такое кафе с названием Абрау Дюрсо, мы с вами и зайдем выпить кофейки. Потому что настоящий рокер обязательно должен быть бодрым, особенно в вечернее и ночное время, когда приближаются выступления и концерты, и тут кофе для него первый помощник. Поэтому кофе это настоящий рокерский напиток. Не водка, не кокс, не дурь, а именно кофе. Но даже и днем кофе никогда не помешает, так как любой уважающий себя рокер всегда должен быть в тонусе, чтобы в любую секунду, внятно, с толками расстановкой, изложить журналистам или просто интересующимся людям свою творческую позицию. Что сейчас для вас я и сделаю, попивая кофе. Ну вот тут и в гастрономии номер один, и кафе приличное. Шампанское наливают всякое, но в основном Абрау Дюрсо рекламируют наше, родное. Но мы с утра пить не будем. Мы кофейку, с вашего позволения. Ну вот, здесь в Гумовском кафе и кофе прекрасный. Умеют люди делать, а это не так-то просто. Хотя, казалось бы, везде стоят автоматы. Что там, включил кнопочку, но тебе выдал заданный параметр. Не, ребята, нужно все равно уметь настроить это топора, и нужно знать, как жарить кофе, либо знать, где его купить, где хорошо его жарить. Поэтому здесь кофе прекрасно. А я вспоминаю Советский Союз, когда появилась растворимая кофе. Это были 70-е годы, где-то средина. И в железных банках появилась растворимая кофе. И люди восхищались этим, что теперь не нужно его там жарить на этой турке, там варить, смотреть, чтобы оно не закипело, не выкипело. А тут простенько раз ложечкой набрал, сыпанул, замешал, попробовал, ой, вкуснятина, лучше пилотаж. И людям так понравилось, что они прям обожали. Кофе было дефицитами, его в наборах раздавали. А у моего одноклассника отец так полюбил растворимый кофе, что он пил его целыми днями с утра до вечера. Кружок по 20-30 в день. И допился до того, что у него отняло левую руку. И месяц лежал, потом в больнице руку восстанавливали, чтобы она задвигалась. Вот такие последствия потребления суррогата. А я вам расскажу, чем суррогат опасен вообще. Не только кофе, вообще чем он опасен. А суррогат опасен тем, что люди начинают не понимать и не отличать настоящий от подделки. Подлинник от суррогата. И это в большой степени касается рок-музыки. На многих наших радиостанциях много лет впаривали людям любую музыку, ту, которую Федор Чистяков называл говнороком. Вот эту эклектическую грязную смесь. Бардовщины, шансона, попсы, рэпа. Все вот так вот намешано. Это роком называли. И впаривали людям этот суррогат. То огромное количество людей, населения и любителей рок-музыки, особенно молодых, смешались понятия. Каша в голове получилась. Они не отличают настоящий рок-музык от этого суррогата. Для них то, что крутят на этой радиостанции какой-нибудь, и есть рок. Рассказали рок, это рок. Нет, ребята. Рок, так же, как и любое явление в мире, обладает конкретными критериями. Конкретными инструментальными и вокальными. И только в соединении и выдерживании этих критериев можно сказать, что эта музыка относится к року. Только так. А не от того, что там гитары рычат со страшной силой, барабаны кололятся в всей дуре. Нет, ребята. Рок можно петь без инструмента, вакапелла, только отсчитывая ритм. Бывают дни, когда опустишь руки. Это настоящий рок. Классика Макаревич сделал свою свечу. Без всяких инструментов. Одно пианино, ритм отбивает. А то, что зарыщали гитары, не, ребята, это не всегда рок. Если вы поете по-народному и ставите окончание фраз вдоль, это не рок-музыка. Это русская народная традиция пения. Это совсем другое. Вот поэтому я за то, чтобы мы развивали теорию, чтобы понимали теоретические критерии рок-музыки, потому что, повторюсь еще раз, что на вид это может казаться не рок, а по критериям это самая настоящая рок-музыка. Это все равно, что когда берут кубик, и все думают, что это ягода. А это орех. По своим биологическим критериям. Это орех. Так же, как и арбуз. Это ягода по своим биологическим параметрам, критериям, а не овощ. Вот поэтому я за то, чтобы потребляли натуральные, подлинные продукты во всем. В еде, в одежде, в культуре, в живописи, в искусстве, в музыке, в литературе. Настоящие потреблять, а не подделку и суррогат. Но для этого нужно изучать стилистику, изучать культуру. Это я возвращаюсь к тому, что наша видовая цель, как сказал Бродский, это поэзия, а я дополню, это культура. Мы должны идти в культуру. Мы должны быть культурными людьми, чтобы нас не поили суррогатом. Чтобы у нас руки и мозги не отнимались. Вот так вот, ребята. Я вам рассказал про суррогат. И про то, как рок подделывают и впихивают нам в мозги. Потому что Конфуций сказал не просто так, что разрушение государства начинается с разрушения его музыки, не имеющей чистой музыки, настоящей музыки, на рок обреченного рождения. Поэтому я за чистоту рядов, за чистоту рок-музыки. И именно поэтому я призываю всех рок-музыкантов играть чисто стильный рок. Чисто стильный, с соответствующим критериям рок-музыки. А не мешать в кучу все подряд. И сделать эту кашу, которую я называю хэви-метал, попсо-шансон. Куда еще можно добавить рэпо-шансон, хэпо-попсо-рэпо-хэви-метал, не знаю, что нам еще добавить. Такую пургу несут. И рассказал, какие-нибудь великие гитаристы и хэви-металлисты. Учат меня жить на белом свете. Ребята, поучитесь музыку играть стильную. А потом будете дядю Сережу Волощука учить чему-то. Здоровья вам всем, рокеры!